МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У хорошей хозяйки в закромах всегда найдется баночка ароматного малинового варенья и хрустящих соленых огурчиков. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Закрома». Меня зовут Ольга Сюткина. Я научу вас правильным технологиям консервирования и поделюсь самыми удачными и вкусными рецептами. И сегодня мы будем заготавливать на зиму морковь. Морковь – та самая, которая растет, наверное, у большинства хозяек на приусадебном участке, и все мы покупаем ее много и употребляем в различных блюдах, даже в десертах. Но мы сегодня будем заготавливать морковь так, чтобы мы могли ее использовать и в качестве уже готового продукта, просто открыв баночку, и сделать заготовку, которую мы откроем, и, например, можем приготовить сразу вкусный винегрет. Итак, мы сегодня приготовим натуральную стерилизованную морковь, маринованную с редькой и морковную икру. Начнем мы с приготовления натуральной стерилизованной моркови. Ну что можно вообще сказать про морковь? Морковь – это корнеплод, его называют мягким корнеплодом. Морковь состоит как бы из двух частей, обратите внимание, внешняя часть и внутренняя. И вот чем шире внешняя часть, она более ярко выражена на моркови, тем питательнее и вкуснее будет морковь. Почему же я решила приготовить именно натуральную стерилизованную морковь? Вот, предположим, у вас зима, и хочется вам приготовить винегрета. Морковку вам варить долго и, может быть, под рукой у вас ее нет. Поэтому вы открываете баночку стерилизованной моркови и сразу же можете класть ее в винегрет. Поэтому мы и резать ее будем кубиками, такими, какими мы обычно режем винегрет. Я сразу говорю, что в винегрет нужно класть не очень мелко порезанные продукты, а в оливье даже некоторые любят потереть на терке. А вот в винегрет продукты нужно резать такими средними кусочками, потому что не совсем крупными, но, в общем, так, чтобы они были ощутимы. Примерно где-то, ну, больше, чем полсантиметра, я бы сказала. Поэтому мы и морковь режем вот такими вот кусочками. Свеклу я бы тоже стала резать такими кусочками. И картошку тоже. Вот так. Видите, они не очень мелкие. Не очень крупные, но и не очень мелкие. Всем прекрасно знаем, и это у нас на слуху, что морковь богата веществом под названием каротин. Каротин его еще называют провитамин А, который в нашем организме преобразуется в витамин А. Витамин А очень важен для зрения, для кожи, поэтому морковку нужно непременно есть. Но в чистом виде каротин, провитамин А, усваивается плохо. Поэтому, если вы захотите выпить чистый морковный сок, его нужно непременно смешивать с жирным продуктом, ну, с маслом, с растительным, сливочным. Ну, или, как обычно, для того, чтобы это было вкусно, мешают с жирными сливками. Лучше усваивается морковь, которая уже приготовлена, тушеная или отварная. Для консервирования таким образом моркови мы должны понимать, что мы ее откроем и используем, наверное, всю сразу для приготовления блюда. Поэтому баночку нужно брать соответствующую размер. Но неудобно же заготовить будет морковь в банке, трехлитровой, к примеру. А для дома нам вполне достаточно расфасовка в полулитровые банки. Морковь порезанная вот такими небольшими кубиками или соломкой. Очень удобно замораживать. В пищу употребляется не только корнеплод, но и листья. Некоторые модницы украшали ими шляпки. Ну и вы все помните рассказы наших бабушек и мам, что в отсутствии хорошей заварки из сушеных листьев моркови заваривали чай. Морковь я порезала, и я должна ее баланшировать. Вода у нас горячая. Баланшировать мы будем при температуре воды 90 градусов, что, собственно, у нас она уже едва-едва только закипает. И буквально опустим морковь на 2-3 минуты. Опускаем все сразу. До кипения мы доводить не будем. Помешаем, чтобы температура воды распределилась равномерно по всей моркови. Вот, посмотрите, морковка, даже немножечко полежав в воде, стала более яркого цвета. Не нужно доводить ее до мягкости, а чтобы только она слегка обварилась горячей водой. Поэтому кубики нужно резать максимально одинаково размера, чтобы и прогревались они тоже равномерно. Затем мы будем доставать шумовкой в мисочку. Если бы мы баланшировали ягоды, то мы непременно опустили бы их из горячей воды в холодную, чтобы ягоды у нас сохранили цвет и не полупались. Но с морковью этого делать не нужно. Вот я чувствую даже, как морковка гораздо ярче стала пахнуть. Вот это именно эффект после баланширования. И, знаете, мы сделаем еще одну хитрость. В принципе, можно сварить рассол отдельно, воду и соль. Но мы используем воду, которая была у нас вот здесь вот в кастрюле от баланширования. То есть рассол у нас будет еще более ароматный. Это, в общем, такой прием существует не только для моркови, но и для других овощей. И фруктов тоже. Вот так. У меня есть еще один сотейник. Я процежу сюда воду, которая осталась у нас после баланширования. Ее мне на рассол нужен примерно литр. Отставим в сторону. А сюда я добавлю соль. В данном рецепте соль играет роль консерванта. Поэтому рассол мы доводим до гиппини. Пока рассол закипает, а морковь у нас уже готова, я могу переложить ее в стерилизованную банку. До этого подготовлю место. и перекладываю морковь в банку. кладу до плечиков достаточно плотно, чтобы у нас больше было моркови, а не рассола. посмотрите, какая она красивая. Она ярче, чем была свежей. После баланширования, посмотрите, какая она яркая и гораздо ароматнее. Вот так. И теперь осталось дождаться, когда рассол закипит, и залить им морковь. Для приготовления натуральной стерилизованной моркови нам потребуется морковь, соль и вода. Рассол кипит, и мы осторожно заливаем морковь. Стараемся не пролить, чтобы все у нас было чисто. Вот так, до плечиков, чтобы только чуть покрывало. Закрою крышкой. И банку с морковью мы должны стерилизовать. Я подчеркиваю, именно стерилизовать. Не постеризовать при температуре 80-90 градусов, а доводить воду до кипения, то есть до 100 градусов. И для полулитровой банки нам потребуется 30 минут. А в наших закромах не только соленье и варенье, но и занимательные истории и интересные факты. Обычная морковь имеет давнюю историю. Даже в детских книжках-раскрасках оранжевый цвет всегда иллюстрируется изображением морковки. Да мы и сами, взрослые люди, считаем, что оранжевый и морковка практически близнецы-братья. Между тем, это совсем не так. Дело в том, что самая древняя морковка – фиолетовая. Считается, что человек одомашнил ее более четырех тысяч лет назад. Морковка бывает и белая. Она скрещивается с различными дикими сортами. В результате родилась морковка желтая, без которой сегодня невозможно представить ни один среднеазиатский плов. А вот оранжевая она стала совсем недавно, в 17 веке, когда голландские огородники вывели этот новый сорт специально в честь своего героя – герцога Оранского. Второй рецепт, который мы сегодня приготовим из моркови – это морковь, маринованная с редькой. У нас это дайкон, вот такой красивый, сочный. Хотя можно использовать не только дайкон, можно использовать зеленую маргелландскую редьку, даже красненький кругленький редис тоже хорошо здесь будет. Можно использовать цветную капусту, можно использовать кальраби. То есть в данном случае можно уже проявить какую-то такую фантазию. Мне кажется, что здесь будет даже хорошо маленький патиссончик. Основной ингредиент, конечно, как я уже сказала, это морковь. Морковь лучше подобрать одинакового диаметра, чтобы она у нас была красивая. И нарезать ее нужно на кружочки. Кружочки примерно сантиметр толщиной, чтобы они были одинаковые, красиво смотрелись в заготовке и равномерно готовились. Потому что мы будем ее тоже баланшировать. Вот так. Вот эта морковка очень хорошая, мне нравится у нее внешняя часть, та, которая больше всего содержит и вкуса, и питательных веществ, и сахара. Она гораздо слаще, чем середина. Вот здесь она достаточно широкая. Мне это очень нравится. Морковку мы порезали кружочками. Пока так слегка отодвинем ее в сторону. Редьку почистим. Удобнее это делать специальной овощечисткой. Она чистится очень хорошо. Смотрите, какая она сочная. Я отрезаю ленточки шкурочки. Там видно, как она буквально сочится соком. Я не буду резать редьку кружочками, а порежу соломкой. И сделаю это вот таким образом. Сначала порежу на кружочки. А потом, складывая сразу по несколько штук, буду нарезать соломкой. Соломка у нас будет очень ровная. Вот такая. Надо сказать, что морковь созревает у нас в течение лета. Но основной своей зрелости, когда ее собирают и заготавливают на зиму, это, конечно, конец сентября и начало октября. Интересный овощ в каком смысле? Что как бы зреет витаминами, набирает весь вкус и полезные вещества именно к концу зимы. И вот полежит всю зиму, и к концу зимы оказывается, что он гораздо полезнее, чем как только его собрали по осени. Вода у нас для бланширования готова. Температура где-то 90 градусов. И мы складываем туда сразу морковь и редьку. Бланшироваться овощи будут 2 минуты. Непременно помешаем. Температуру нагрева мы немножечко увеличим, потому что, конечно, когда мы положили холодные овощи, вода стала прохладнее. Но доводить до кипения ни в коем случае не будем, потому что иначе овощи начнут вариться, а нам этого ни в коем случае нельзя допускать. Пока у нас овощи бланшируются, я думаю, что я успею порезать лук. Для того, чтобы лук красиво смотрелся в банке, нарежу я его не колечками, не квадратиками, а вот такими вот перышками. Достаточно крупно. Ну, а с другой стороны под стать моркови и редьки. Да, еще сразу могу порезать перчик. Перчика много класть не буду, только чуть-чуть, кончик небольшой. Можно положить вместо свежего перца, который кладу я, можно положить сухой перец халапеньо. Вот так. Овощи готовы. Я их достаю шуровкой. Посмотрите, какая яркая морковка. При баланшировании морковь, посмотрите, как изменила свой цвет, стала гораздо ярче. И опять я не буду выливать эту воду, которая у нас осталась после баланширования, а использую ее для маринада. Волью эту воду, уксус, сахар и соль. Маринад, конечно, нужно довести до кипения. Сахар и соль помешаю, чтобы они быстрее растворились. Оставлю маринад закипать, а подготовленные овощи и специи уложу в стремленную банку. Как всегда, положу полотенце. Мне нужно сюда положить и лук, который я порезала перышками. Овощи горячие, буду перекладывать их, конечно, ложкой. Не забывая положить специи. А это перчик острый. Чёрный перец горошком. Пару бутонов гвоздики. Вполне достаточно будет. И раздавлю-ка я туда еще зубчик чеснока. Вот так. Лук тоже промаринуется. Будет очень вкусный и ароматный. Кладем плотно. Утрамбовывая немного ложкой. Но при этом стараясь, чтобы овощи и не поломались. Были целыми. Вот и всё. Осталось только подождать, когда маринад закипит, и залить овощи маринадом. Для приготовления маринованной моркови с редькой нам понадобятся морковь, яблочный уксус, вода, соль, редька, острый перец, лук, чеснок, чёрный перец и гвоздика. Маринад закипел, и мы заливаем морковь и редьку. Заливаем так, чтобы маринад покрыл полностью овощи. Если вдруг образовался воздух, его непременно нужно удалить. Вот так вот постучать. И закрываем крышкой. Морковь, маринованную с редькой, непременно нужно пастеризовать. Для полулитровой банки достаточно 15 минут. А к употреблению морковь будет готова ровно через месяц. Есть у нас поговорка. Слаще морковки ничего не ел. Ну, вроде о человеке, который не знаком с какими-то кулинарными изысками, не привык к изящной пище. Есть такой французский суп креси. Сегодня это часть изящной кухни. Мало кто, впрочем, помнит его историю. А связана она с битвой при креси в Северной Франции, когда французский король Филипп VI потерпел сокрушительное поражение от англичан. Более 1200 французских дворян, представителей самых родовитых семейств, погибли тогда. А общее число жертв составило более 20 тысяч человек. Потеряв половину армии и все свои обозы, французский король вынужден был заночевать практически в чистом поле. И лишь морковку нашли повара для того, чтобы приготовить ему ужин. Так вот, морковный суп-пюре, вот этот самый суп креси, это все, что и могли предложить французские кулинары для короля и той его армии. Ну, как же вовремя и уместно пришлась эта морковка для утомленных воинов. И на третье, но не сладкое блюдо у нас сегодня будет морковная икра. Морковь нужно натереть на крупной терке. В общем-то, я даже не рекомендовала бы резать мелкой соломкой. Именно натереть на терке, тогда будет настоящая вкусная икра. Когда мы выбираем морковь, мы должны прежде всего обратить внимание на ее цвет. Чем она ярче, в данном случае она у нас оранжевая, тем, конечно, у нее гораздо больше витаминов. И того самого каротина, который нам так тянет в моркови. Морковки я буду тереть очень много, поэтому, чтобы она у меня не накапливалась на доске, я сразу немножечко разогрею масло в соседнике и буду порциями вкладывать туда морковь. Налью растительное масло. В данном случае это может быть просто рафинированное подсолнечное. И порциями перекладываю туда морковь. Еще хочу на секундочку вернуться к тому, как правильно выбирать морковь. Когда выбираете морковь, нужно непременно обратить внимание на то, чтобы поверхность у моркови была очень ровная. Если вы видите на ней выступы, какие-то шероховатости, это значит, морковь перекормили нитратами. Употреблять в пищу такую морковь, конечно, нельзя. Ну и, конечно, хочу обратить ваше внимание на то, что морковку мы готовим на растительном масле. Это тот самый совет, что нужно морковь есть непременно в присутствии растительных или животных жиров. Для того, чтобы она гораздо лучше усваивалась. Жарим морковь 5 минут, непременно ее помешивая, чтобы не подгорела. Прогреваясь в масле, морковь тоже меняет цвет. Морковь становится более бледной, а масло, на котором она жарится, приобретает характерный оранжевый цвет. Пока морковь готовится, я приготовлю томатный соус. Для этого помидоры мне нужно пробить блендером. Помидоры у нас заранее порезаны на небольшие кусочки, чтобы удобно было их пробивать. И нужно постараться, чтобы было пюре как можно более однородное, чтобы потом в укре у нас не попадались кусочки помидоров. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот так будет вполне достаточно. Морковка обжарилась, стала мягкой. И мы сюда вливаем помидоры. Морковку с помидорами нужно хорошо перемешать, добавить туда любимые специи. А это у меня душистый перец и парочку бутонов гвоздики. Вот так. Все это помешать. Непременно добавить сахара и соли. В икру это добавляется по вкусу. Я оставлю томиться икру на 15-20 минут. Для приготовления морковной икры нам потребуется морковь, помидоры, растительное масло, яблочный уксус, сахар, душистый перец, гвоздика и соль. Морковная икра готова. И мне осталось добавить в икру яблочный уксус, который в данном случае играет роль консерванта. Добавляю уксус и довожу до кипения буквально еще на одну минуту. И тем временем я подготовлю уже банку, которая у нас стерилизованная. Икра получилась очень сочная. Можно оставить ее в таком виде, потому что это, как я уже сказала, может быть прекрасной заправкой. Можно было еще немного ее проварить и сделать более густой, но это уже можно регулировать на свой вкус. Главное, что такую базовую основу я вам показала. Соком тоже заливаем, чтобы это было покрыто. Закрываем крышкой. Икра у нас горячая. Мы только разложили ее со сковородки в банку. И для того, чтобы продлить процесс пастеризации, нам нужно укутать ее чем-то теплым, но обычно это делают в домашних условиях одеялом, и оставить так до полного остывания. Итак, мы сегодня приготовили морковную икру, которая прекрасна как самостоятельное блюдо, так и заправка для супов. Закуску. И натуральную стерилизованную морковь, которую можно использовать в любом салате, в том числе и в винегрете, или заправить ею суп. Вы смотрели программу Закрома. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok